В 2011-м от выдачи разрешений на установку рекламных конструкций городской бюджет пополнился почти на 1 миллион рублей. Сегодня в Чите порядка полутора тысяч рекламных конструкций. Их владельцы – индивидуальные предприниматели и рекламные фирмы. Они-то и отвечают за законность установки конструкций, их содержание и внешний вид. Но делают это не всегда. Например, здесь налицо сразу три нарушения. Во-первых, конструкция установлена самовольно. К тому же еще и под электропроводами. И то, что она пустая – тоже нарушение. За это можно запросто лишиться разрешения. Такие рваные баннеры также под запретом. В 2011-м году в адрес администрации городского округа Горочета поступило 569 жалоб от жителей города по нарушениям, связанным с размещением наружной рекламы. В этом году уже 14. В прошлом году по результатам рассмотрения этих жалоб 89 рекламных конструкций было демонтировано. 52 разрешения аннулированы. В этом плане у нас хорошая связь с правоохранительными органами. Другой вопрос – этичность рекламы. Полуобнаженные дамы, двусмысленные слоганы, горожане жалуются и на это. По каждому обращению специальная комиссия собирается на заседании, где представители рекламных фирм, чиновники, педагоги-филологи решают, этично ли содержание рекламы. Такие баннеры, к примеру, должны находиться, как в этом случае, подальше от школ и вузов. Нарушают предпринимателей правила размещения конструкций. Так, например, они не должны быть ближе 50 метров от перекрестка и 25 метров от остановки общественного транспорта. Несоблюдение правил грозит предпринимателям штрафами и лишением разрешения. Если у вас возникли вопросы о законности установки любой наружной рекламы, можно позвонить в Управление потребительского рынка по телефону 260325. Юлия Тимошенко, Станислав Салтыков. Время новостей.